добрый день страна с вами юрий бажан и хочу вам сегодня предложить поговорить о идеальном инструменте вот вы знаете идеальный столярный инструмент что это такое это мечта любого мастера да то есть любой любой мастера человек или мастеровой там или мастер или там просто там любитель там столярного дела он всегда мечтает о идеальном инструменте вот вы знаете я за что дошел все дошел до обычного такого правила я вот думал думал над этим вопросом и понял что идеального инструмента не бывает то есть получается так что когда ты покупаешь любой станок там любой там любое приспособление ты все время говоришься блин вот теперь то все и вот чем дольше ты на нем работаешь тем больше у него косяков который не нравится именно тебе то есть у каждого человека свой какой-то вот камень преткновения в любом инструменте да то есть вот у меня там есть там рейсмус поверматик который там стоит 100 миллионов там рублей до всех поверматик это такая машина там то есть а я узнаю что у него есть вот это вот это вот это вот это вот это еще там вот та которая как бы не очень хорошие и связи с этим как бы я вот хочу еще раз поговорить про выбор инструментов для столярки я поговорю прям коротко потому что я про это дело говорил уже там 100 миллионов раз то есть вот понимаете чем дело что меня сподвигло на это видео меня сподвигло на это видео компания давал и эта компания давал который выпустила рейсмус давал 735 и пилу 744 и вот я не знаю с чем это связано но почему-то все в нашей стране фанате этот давал вот все прям вот давал такое ты такой давал это такой раздувал то есть это такая там фирма там американцы молодцы там то есть я не спорю что давал молодцы давал молодцы но давайте вот все таки попробуем сравнить давал к макиту то есть это же известная как бы две компании которые давным-давно на рынке и все это проверено времени и вот смотрите то есть я думаю что благодаря некоторым нашим блогерам до российским все российские мастера полюбили компанию давал то в частности рейсмус давал 735 но что в нем хорошего давайте посмотрим то есть 1800 ватт у него мощность непонятно потребляемые непотребляемые я брал все это вот эти все данные из портала известного интернет-магазина значит 1800 мощность 10000 оборотов в минуту 3 ножа 42 килограмма максимальная ширина 330 152 максимальная высота на что макиты восемь с половиной тысячи оборотов в минуту два ножа тысяч 650 мощность 34 миллиметра 155 максимум 32 килограмма вес и вот чем давал накид отличается да давайте вот прямо смотрим на это на все ну то есть первая дата чуть чуть выше скорость оборотов на мой взгляд вообще не принципиально 2 3 ножа вместо 2 вот опять не принципиально отличие что два ножа что три ножа строгает вообще считается вообще что вот когда фуганок или рейсмус оснащен одним прямым ножом как бы строгает от именно один нож ну то есть из трех ножей строгает все время один он стачивается потом начинает авто строгать 2 потом там 3 вот я не знаю я не уверен в этом во всем но я различие между двумя ножами и тремя ножами вообще не вижу никакого что у тебя два ножа что-то три ножа единственный что момент что три ножа всяко дороже чем два ножа я не знаю в давалте ножи переворачивается или нет но в макете ножи переворачивать и когда у меня была макета 2012 она у меня было несколько лет я в принципе на одних ножах там вот но года два с половиной она у меня была вот одни ножи у меня все это отработали ничего знаете никто не зажужжал а разница в цене между макета и давал там то есть макета 44000 давал 78 388 почти в два раза и что люди говорят все я хочу давал я хочу давал я хочу чтобы у меня был вот этот желтый станок да да ну разница еще объективно говорящих по ширине строга не у макет 34 у этого 30 30 то есть на еще на 26 миллиметров это тоже вообще не принципиальный вопрос принципиальный вопрос вот случае с настольным рейсмусом да это что такое это что мы в него можем запихнуть то есть вот что макета что давал это настольные рейсмусы вот мы их ставим на стол и с ними работа и понятно наверно любому человеку что трехметровую пятидесятку туда не запихнешь но запихнуть то можно но он бедный там будет как бы плакать и потребует там специальных поддержек там еще что-то там там то есть все 5 10 вам понадобится выстраивать целую систему там которая будет строгать трехметровый там пятидесятую доску почему потому что они легкие оба этих рейсмус легкие то есть вот что макета что давал то есть макета там 32 килограмма 242 на 10 килограмм тяжелее но это вообще ничего ни о чем на самом деле это ни о чем есть мы собираемся строгать толстую огромную доску кроме всех прочих своих заслуг я еще и пишу книги то есть я единственный вообще в россии столер блогер там руководитель своей собственной столярной токарной школы на которой к тому же еще и пишет книги вот моя первая книга современная столярная мастерская значит в этой книге все про мастерскую то есть как все должно быть устроено какие станки стоят как на каком станке работать какие у какого станка характеристики что важно на что обратить внимание что нужно покупать что не нужно покупать вот вот в этой книге весь мой собственно говоря опыт столярный и немножко даже токарного книга вышла достаточно давно в октябре прошлого года и очень много людей уже купили прочитали и на ее странице сети много множество отзывов и принципе они все почти хорошие вторая моя книга это бизнес столярки то есть эта книга про то как заработать денег именно занимаясь столярным делом но на самом деле практически все бизнес-советы которые здесь прописаны они подойдут и не только нам столерам да но они подойдут любому человеку который занимается продажей изделий изготовленных собственными руками и здесь много-много всего про то как именно заработать денег как не работать просто получается тарелку супа работать именно за деньги за деньги реально и эту книгу тоже сейчас уже достаточно много народу прочитал хотя она вышла всего лишь что в нас его феврале многие люди которые прочитали мою вот эту первую книгу современная столярная мастерская купили после выхода еще и вторую и вот у них теперь две мои книги и я рад что понимаете то есть людям интересно то о чем я пишу то есть видимо я все-таки что-то могу если люди покупают мои книги за деньги и читают их и пишут мне благодарственные отзывы так что браться хотите заняться солярными делами вот часть литературы которая для вас который для вас я подготовил я написал в россии книг по столярному делу не выходил с 1986 года то есть отличие между этими ресницами несущественные что два ножа что там 10 тысяч оборотов что там 330 миллиметров просто против 304 это все несущественно понимаете то есть эти вещи не повлияют на работу вашего рейсмуса то есть что у вас макита больше туда вот разница вы никакой не почувствуете то есть то что там люди как вот я купил ты вот он так здорово строгать дом для до этого никакого вообще не строгал понимаете он купил бы белмаш у него также замечательно домашь бы строгал вот и вот это вот вот это вот как бы впаривание инструменты которые там почти в два раза дороже ни за что вот так скажем да вот для меня непонятно это почему потому что сейчас вот ко мне я почему собственно начал то это все вот ко мне постоянно приходит люди как о чем не купить а вот я хочу купить до его игра почему он говорит ну почему он он желтый он красивый он мне нравится но это все очень замечательно на деньги которые ты сэкономишь при покупке макиты против давал туда можно купить еще там что-то полезное и причем крайне полезное крайне нужно я понимаю что есть там денег там как у дурака фантикс ты можешь купить весь инструмент желтый как вот у меня товарищ у него там у него просто предрасположенность давал то вот любят люблю вот он там купил это 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 но он работает раз в год на нем но просто он его коллекционирует на если ты собираешься на этом инструменте работать а ты покупаешь не для того его чтобы он стоял у тебя так и ты гордился вот у меня есть 2 то тогда вообще никакого смысла нет в этой покупке нахера они совершенно одинаковые это одноклассники то есть между ними разница никакой нет по большому счету вот и я даже скажу более того можно купить еще и джет это gp10 который он еще дешевле чем макиты и он работает точности также да там есть там к нему там какие-то другие вопросы но по большому счету это все один и тот же рейсмус что макит что джет что давал что там белмаш какой-нибудь просто вопрос по вторичной продажи то есть макита отлично продается я не знаю надывался там как там на вторичке он продает просто я этого не знаю но скорее все тоже продает потому что и вот так распиарили то есть если вы хотите купить станок как бы на котором можно будет работать там и и обрабатывать там ну ведь ведь мы почему покупаем эти станки мы мы мечтаем о том что вот мы купили станок и все и навсегда такого не будет никогда понимаете то есть начнете работать с большими объемами вам вас этот рейсмус не устроит вам придется покупать нам вот такой ну то есть не обязательно поверматик да там можно купить там тоже самый корвет там например там да это белмаш там или warrior но суть в том что вам придется покупать машину тяжелую здоровую мощную эти все малыши там и давал и макита они как бы ну это маленький рейсмус он такие смешные настольные небольшой мастерской опять же я не говорю что они не работают они работают они молодцы они работают одинаково и то же самое с пилой вот если макита 2704 и давал 744 до макит 59000 давал 97 вот разница между ним практически вообще нет никакой ну вот у дуал то написано синхронный двигатель у макита никакой не написано возможно коллекторный но вот у меня макита коллекторный фрезер да вот ему 10 лет вот хоть бы херму то есть он работает и работает и работает и работает и он еще там 10 лет проработать я щетки купил они меня лежат просто и и ждут замены чем я купил тоже лет пять назад наверно и то же самое получается из пилой то есть давайте купать все давал почему 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 покупать давал ты вот у пилы там у него например стол короче что 27678 макит даже стал больше 665 на 753 ведь что нужно на самом деле от пилы то есть от пилы нужно чтобы она пилила и вот и макита и devolt будет у вас пилить доски небольшие как только вы столкнетесь там с трехметровой пятидесяткой там и даже двухметровой пятидесяткой вам что макита ее не распирать вернее распилить конечно с трудом что давать не распилить вернее распилит конечно опять же с трудом ведь в чем труд будет заключаться то есть пилота сама ее пропилит но вам придется там делать какие-то устройства там на которой доску класть там чтобы она там не перекосилась что вместе с этой пилой не грохнулся и так далее там подобное то есть если вы работать начинаете с большим киндеревшки вы просто переходите на другой уровень оборудования вот а на начальном уровне вот что makita что давай что bosch по большому счету все равно особенно это касается момента если вы работаете например там там два раза в год вот вы два раза в год там эту пилу достали например посмотрели на него какая она красивая снова убрали вообще в этом случае если вы работаете вот так мало например там 2 три раза в год там вам там достается все купить универсальный станок себе чем tasty купили универсал там ну там для вас это перенастройка с одного парами другой роль и особенно играть не будет ну ладно в общем то о чем я хотел в заключении сказать этого видео то есть братцы понимаете вам дурит мозг то есть вот чем это происходит регулярные постоянно да и многие там участвуют в этом там и фирмы и блогеры там и все на свете в общем то просто вы если вы покупаете инструмент для того чтобы любоваться или например у вас денег достаточно для того чтобы купить любой инструмент да ну тогда конечно тогда вопросов нет там хотите давал купить ну покупайте то есть он дороже просто немножко и все а разница по большому счету никакой нет но есть вы собираетесь работать на инструменте деньги зарабатывать вы должны четко прослеживать цену инструмента и его возможности и вот возможности и makita и devolta в этом сегменте совершенно одинаковые то есть вот эти все отличия там три миллиметра выше там два миллиметра толще там три ножа вместо двух это все вообще вот ни о чем это ни о чем совершенно то есть и вам конечно вам все будут всем будут рассказать что вот три нажата это так здорово там да это все в общем то просто лапша то есть ее берете с ушей там нас на глазе в тарелку и едите а если вы хотите как как бы все-таки денег заработать на этом они просто денег потратить там на оборудование вы все-таки как бы должны четко все понимать что вам нужно если вы собираетесь чем-то большим работать вообще не должны думать об этих вот настольных пилах и настольных рейсмусов. Ну, наверное, все, братцы. Спасибо большое, что смотрите меня. Спасибо, что слушаете. Напоминаю, что у нас идет сейчас токарный конкурс «Новогодний подарок». Ну, и напоминаю, что токарная и столярная школа работают, а книги продаются. До свидания, страна. С вами был Юрий Бажан. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!